В этом году в Верхней Волжье продолжится их масштабный ремонт. В порядок планируется привезти более 630 километров региональных и местных магистралей, в том числе и особо проблемных участков. Этой зимой жители Твери и Калининского района жаловались на плохое состояние асфальта на улице Шишкова. Теперь ее реконструируют. Тем продолжит наш корреспондент. Эти кадры были сняты в январе 2023 года. На видео улица Шишкова до ремонта. Слово «это дорожная артерия» связывает с Тверей ближайший пригород. Несколько населенных пунктов в Калининском районе. Среди них деревня Глазково. Казалось бы, до города рукой подать. Но преодолеть этот короткий путь стало непростой задачей. Осенью асфальт на улице Шишкова покрылся огромными рытвинами. Вот что рассказывали тогда автомобилисты. Дорога в таком состоянии, что это пробки утром, когда все люди едут на работу, детей везут в школу, в сады. Иногда стоим по часу. То есть приходится иногда за полтора часа выезжать из дома раньше, чтобы ребенок успел в садик или в школу. То же самое обратно. Вначале здесь был проведен ямочный ремонт, который решил проблему, но на короткое время. Поэтому, как только в марте установилась теплая погода, на объекте вновь начались работы, но уже более глобальные. На участке было отфрезеровано существующее покрытие и устроено новое. Действовали 15 единиц техники и 30 человек рабочих. На прошлой неделе на улице Шишково появился новый асфальт. Дорогу закатали вплоть до поворота на деревню Глазково. Так что теперь водители могут спокойно ехать до города Твери, не простаивая свое время в пробках, объезжая Рытвины. Однако и этот асфальт временный. Он должен обеспечить безопасный и бесперебойный проезд транспорта на период до реконструкции улицы, которая начнется уже в этом году. Сам же проект рассчитан на два сезона. Планируется расширить проезжую часть до четырех полос за счет обочины. Нужно отметить, что этой весной, как только позволили погодные условия, в порядок были приведены аварийные участки Тверских улиц. Например, Хромово. Там за зиму дорога пришла в ненормативное состояние. Подрядчик отремонтировал основание и асфальтовое покрытие. Кроме того, в этом году в регионе продолжится масштабный ремонт дорог. Как отметил эксперт, перемещаться по Верхней Болжью стало комфортнее и безопаснее. Улучшилась ситуация и в областном центре. За последние годы дороги в нашей области значительно улучшились благодаря правительству Тверской области. От Гагарина до площади Терешковой хорошо уложено, отличное покрытие. От Женикидзо уложено было отличное покрытие. Советское наше прекрасно. Что касаемо речного вокзала, здесь хорошая дорога у нас выполнена. Кроме улицы Шишкова в порядок будет приведено ее продолжение. Беженское шоссе. Продолжится работа на 30 объектах региональных дорог общей протяженностью 243 километра. Контракты по которым были заключены в предыдущие годы. По мнению главы региона, качественные дороги являются одним из основных условий создания комфортной городской среды для проживания в Верхней Волжье. Повышение инвестиционной привлекательности территории и развития туризма. В Верхней Волжье за прошедшие 7 лет объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах выросли более чем в 4 раза. В прошедшем году приведены в нормативное состояние участки дорог региональной опорной сети в большинстве муниципалитетов области. В текущем году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 километров региональных и межмуниципальных дорог и 197 километров местной сети. Кроме того, продолжится реализация крупнейших инфраструктурных проектов строительства западного моста, путепровода в створе улицы Фрунзе, транспортной хорды. Всего с 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 километрах региональных дорог и 909 километрах местных дорог. Работа выполнена в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».